Вопрос жизни В священном писании слово звезда является однозвучным и сходным по значению со словом ангел. Господи сил, так мы обращаемся к Богу. Господи сил с нами будет, говорит святой псалмопевец. Савваоф, Господь сил. Вот под словом сил, слово силы и звезды, они однокоренные, они как бы созвучны друг другу. То есть и ангел и звезда имеют одинаковое значение в священном писании. Сегодня многие люди говорят, что на человека влияет какая-то планета при его рождении. Ну, конечно же, влияет с точки зрения количества определенных, скажем так, данных у человека. Например, так же, как влияет, к примеру, место, где он родился. Например, широта и долгота гиграфическая. Например, какой он принадлежит национальности, это тоже влияет. Какая у него генетика, это тоже влияет. Влияют другие факторы его рождения, какого веса он родился. Эти тоже вещи влияют на человека. Но определяют ли они его жизненный путь? Вот самый главный вопрос. Вот астрология нам часто говорит, что звезды имеют какое-то особое определяющее значение на жизнь человека. Ну, человек, погрузившись в эти все исследования, в эти специальные натальные карты, так называемые, которые составляются для человека, начинает ощущать, что это не просто звезды и не просто планеты, а духи, стоящие за этими звездами и за этими планетами. То есть, некие ангелы. Но мы с вами знаем, что ангелы бывают разные. И в священном писании гадания по звездам однозначно относятся к области действий нечистых духов. Посмотрите, название планет — это название духа злобы. То есть, простите, как это называется светским языком? Как это называется? Гнев, бог гнева или бог войны, Марс. Да, там, например, или же Венера, она называется богиней любви. Но на самом деле это называется богиней разврата, то, что присутствовало всегда в древних мистериях. То есть, мы получаем, что это не боги, а некие существа, выдающие себя за богов. И они как раз оказываются почему-то чуть ли не главным фактором, влияющим на жизнь человека. Иными словами, это не просто не боги никакие, конечно же, это начальники страстей, демоны, управляющие определенными пороками, страстями, которые очень бы хотели, чтобы человек был направляем их действием, а не действием Духа Божия. Поэтому Качек углубляется в оккультные практики, в том числе и в астрологические. Он часто может стать пленником таких вот верований и уже пытается не богу доверять, а доверять совсем другим знаниям, полученным древними религиями, так называемыми, от нечистых духов. Поэтому не стоит себя осквернять прикосновением к оккультным практикам, не заглядывать, как говорит апостол, в глубины сатанинские, а стараться строить свою жизнь по Евангелию, строить свою жизнь по тому прямому слову, которое Бог сказал человечеству. Помощи вам Божией и досохранит вас Господь от различных оккультных практик. Продолжение следует...